Друзья, всем привет! С вами снова Ольга. И сегодня я решила приготовить традиционное корейское блюдо пибимпап. Сейчас я поеду в магазин, закуплю все необходимые продукты, потом дождусь Софью из школы и мы вместе с ней начнем готовить. Надеюсь, видео получится веселым и интересным, поэтому оставайтесь с нами. Поехали! Сегодня мне понадобится юкхэ, это такое мясо, которое можно есть сырым, поэтому я покупаю его в мясной лавке возле дома. Здравствуйте, меня зовут София. Все знают, как тебя зовут. Что мы будем сегодня готовить? Пибимпап будем сегодня готовить. И давайте посмотрим, какие у нас здесь есть ингредиенты. Показывай. Коннамуль. Коннамуль, это проростки сои. Босот. Босот, это грибы. Пальган паприка. Как видно там хоть в камеру? Не знаю. Пальган паприка. Пальган паприка, красный сладкий перец. Паприка. Хобак. Эйхобак, это цукини, кабачок. Игорь, это танггун. Танггун, это морковка. Ты посмотри, у меня как объектив смотрит нормально. Ракурс, окей. Игорь, это шигумчи. Шигумчи, это шпинат. Все, кто, друзья, хочет изучать корейский язык, изучайте, записывайте. Да, это мед. Куль. Пригодится. Это настоящий мед из сот. Вот, сотый. Ну, короче. Так, здесь у нас чеснок. Это мне соседка кореянка моя принесла. Чеснок с какой-то провинцией. Говорит, это с провинцией, где самый-самый вкусный выращивают чеснок. И вот она мне целый пакет принесла. Вот. Поэтому чеснок надо будет в мире надавить. Да, здесь у нас еще папоротник, косари, папоротник и дораджи. Это корень колокольчика, друзья, корень колокольчика. Но я понимаю, что у вас наверняка, скорее всего, это не продается. Ни то, ни другое в магазинах. Поэтому это не важно, это можно не класть. Самые главные ингредиенты это шпинат, морковка и проростки. Ну, и кабачок, там вот этот перчик тоже можно положить. Грибочки, в принципе, это везде продают, это везде есть. Вот. Поэтому с чего начать? Вот ты гуляешь. Чак. Кундамоль. Да. Ставим варить. Кундамоль. Кундамоль. Кундамоль варим в кастрюле. Ставим на огонь. И солим. Соль. Сейчас, подожди, сначала посолим. Мам, это не нужно. А, ну, выбирай, если тебе не лень. Добавляй. Ну, воды-то много, поэтому соли должно быть много. Пару. Да, кунамоль мы будем варить 20 минут. Никогда раньше так не варила, но говорят, что так надо, чтобы весь запах. И 20 минут мы будем его варить, и нельзя крышку открывать. Нельзя открывать крышку. Сейчас закипит, и мы засечем 20 минут. Так, дальше. Давай теперь сегамчи. Я ее уже помыла. Согу. 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 Вода для шпината закипела, шпинат мы варим вот таким вот образом, корешками вниз кладем, но у нас очень большая кастрюля, поэтому в принципе без разницы, и буквально несколько секунд, его нужно потом будет сразу окунуть в ледяную воду, а мы-то про нее и забыли сопи, а полимуль. Так вот в холодной воде прополоскали, теперь выжимаем, чтобы не осталось воды слегка, учись пилу и теперь отрезаем вот эти штучки, и я все это дело промакиваю обычным полотенцем, так все у нас теперь шпинат почти готов, подготовлен, не готов, подготовлен, пусть немножко еще постекает, полежит, и мы приступаем к нарезке овощей, я специально, чтобы вас не нервировать, купила новую доску, доску, доску или доску? Как говорится правильно, доску или доску? Доску. Доску? Окей. Так, теперь приступаем к нарезке овощей. После того, как нарезали морковку, друзья, мы ее солим. Наша морковка должна пустить сок, мы ее солим и отставляем на какое-то время, пусть она у нас хорошенько поплачет. Плачь! Дальше. Я не знаю, в чем прикол этих деревянных досок, она уже вон вся, один раз только порезали на ней, она уже вся в этих порезах, тогда как эта моя сто лет уже ничего не делается. Ну да ладно. Везде нужен чеснок, я сейчас буду давить чеснок, чеснока нужно очень много, в принципе во все блюда в Корее идет просто какое-то огромное количество чеснока, поэтому я сейчас займусь чесноком, не буду это снимать. Друзья, занялась я чесноком и совсем забыла сказать, что с кабачком, с кабачком цукини, да, у нас нужно проделать то же самое, что с морковкой. мы сейчас его порежем и посолим, чтобы он у нас пускал лишний сок, чтобы лишняя вода из него вышла. таким же способом солим, перемешиваем и убираем вместе с морковкой до овечьей пасхи. Друзья, наши проростки готовы. Я повторю, что мы варили их 20 минут и мы их достаем, но не все. Немножко оставляем, это у нас такой получится корейский супчик, но не супчик, а вот такой бульон, наваренный на проростках, они очень любят есть. После того, как мы очень мучительно начистили этот чеснок, нам предстоит его очень мучительно надавить. Да, я теперь понимаю, почему кореянки всегда покупают уже готовый такой давленый чеснок. Никто так не заморачивается. И соседка мне принесла кореянка, говорит, это, конечно, очень вкусный чеснок, но я, говорит, не могу с ним готовить, потому что очень много мороки. Каждый раз очистить, каждый раз вот так надавить. Но зато аромат ни с чем не сравнимый, конечно. Не сравнить уже с готовым давленым чесноком. Наконец-то я додавила чеснок. Теперь у меня целый месяц будет болеть рука. Это просто какой-то ужас. Просто какой-то капец. Я вообще пока его давила, пока чистила, пока давила, я уже забыла, что я готовлю. В принципе, Софья уже ушла отдыхать. В общем, да, начинаем подготавливать наши ингредиенты. Это у нас шпинат. Сейчас мы его приправим немножко посолем сначала. Добавим сюда кунжутного масла. Пол чайной ложки чеснока. И все это хорошо перемешаем. Немножко кладем кунжутного семени. И, в принципе, первый ингредиент у нас готов. Выкладываем его на блюдо. Все, приступаем к другому. Да, если вам хочется, друзья, можно его порезать. Я забыла совсем. Так вот ничего не соображаешь, когда снимаешь. Порезать, конечно, будет удобнее потом размешивать. Теперь мы порежем нашу паприку. Все вот эти выпуклые части у нее мы отрезаем. Используем ее потом в другом каком-то блюде. Здесь она нам не понадобится. Так как нам нужны ровные ломтики, мы вот таким образом ее нарезаем. Подготовим наши проростки. Они тоже очень просто готовятся. В принципе, так же, как и шпинат. Добавляем немного кунжутного масла. Пол чайной ложки чеснока. Кунжутное семя. И все это хорошенько перемешиваем. Пахнет потрясающе. Выкладываем на нашу главную тарелку. Остальное убираем в холодильник. Ангелина обожает этот панчан. Ест его просто может тонну съесть за раз. Очень любит эти проростки. Поэтому мы их кладем в контейнер для панчанов. И убираем в холодильник. Теперь баба Соня приготовит грибочки. Да. Ну, слайс. Ну, вот так. Ну, у меня получилась вот такая. Спасибо. Ты понимаешь? Наверное. Может. Люди просят, чтобы ты по-русски поговорила какие-то сложные слова. Вот кисенька ко мне, а? А, скажи... Ладно, скажи грибы. Грибы. Куге? Грибы. Грибы. Так, ладно, это несложно. Скажи поварёшка. Побарёшка. Не побарёшка, а поварёшка. Побарёшка. Вот... Побарёшка тебе. Скажи щипцы! Щипцы. Щипцы? Щипцы! Щипцы. Щипцы. Цип. Циплёнок. Цыплёнок. Цыплёнок, видите у неё? Цыплёнок, щипцы. Вот это С, С, С... корейцам она не даётся. Окей. Скажи мед. Мёд. Мёд, а него? Мёд. 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 О, молодец. Скажи полотенце Полотенце Какой-то пилотес получился Пилотес Полотенце 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 Вот Ангелина, ну-ка иди-ка сюда, Кося Иди-ка, у тебя лучше получается Иди сюда Иди-ка сюда-ка Скажи Полотенце Ой, нет, что-то я думала Да, нет, у Софьи пока лучше Так, скажи Кастрюля 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 Да Кастрюля Кастрюля Вот это скажи Чиснокодавка Чиснокодавка Кастрюля Кунжутная Рисоварка Рисоварка Вот это, попсот Сахар Соль Стакан Телевизор Компьютер Тарелка Ложка Ножик Доска Кофеварка Кофеварка Вообще хорошо Велосипедисты Давай, велосипедисты 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 Хорошо Ангелина, ну иди сюда, я что тебе кричать буду Сюда иди Давай Холодильник Микроволновка Микроволновка Помойное ведро Помойное ведро Ай, молодец Все, нарезала Молодец Теперь жарить их Теперь жарить их надо Не знаю почему так О, ты вот этой новой штукой Микроволновка Ага Это специальная такая собачья Насадка на душ Чтобы массажировать Микроволновка Микроволновка Ну да Она немножко в шоке всегда Какая ж собака любит купаться Никакая не любит Так у меня там грибы горят Тише, а ты на очереди что ли сидишь? Ну, жди, жди, может тебя тоже Обновят У наса? Угу но не дают шампу это не злобно и потом шампунем это не шум это спонж это мусор и решили это сжим и усиливается вообще супер это специальное полотенце и я все время думала зачем собаке специальное полотенце Она реально ее просто промокнула этим полотенцем. Она уже почти сухая. Обалдеть. Все не просто так. Друзья, у меня, как всегда, села батарейка на камере, поэтому я сейчас снимаю на телефон. Вот, в общем, мы пожарили грибы. Теперь нам нужно пожарить слегка морковку. Вот наша морковка. Нам нужно слить с нее воду. Но я теперь не знаю. У меня одна рука занята. А дети ушли в магазин. Окей, ладно. Нужно пожарить морковку. Одной рукой готовить просто нереально. В общем, я ее сейчас сюда выложу и пожарю. Как я уже говорила, овощи должны быть, в принципе, свежими, сырыми. Поэтому поджариваем не более 20 секунд. 20 секунд достаточно. Просто, чтобы она стала более мягкой. Так как она и так соленая постояла, она, в принципе, размякла. Поэтому долго ее жарить нельзя. Так, теперь жарим перчик. Перчик жарить нам 20 секунд тоже. 30 секунд? Да. Перец у нас был просто свежий. Он не был у нас заранее не посолен. Ничего. Поэтому, когда мы его жарим, мы его немножко солим или солим. Хрен его знает. Этот русский язык. Давай. Все, перец наш готов. Перца очень много, но дети не едят перец, поэтому это только для меня и для мужа. Выкладываем его сюда. Не надо вот этого повторять. За мной все равно не получится. Морковочку. Сливаем с ним водичку. Черт. Сюда нам нужно добавить чеснок. Кунжутное масло. Кунжутное семя наверняка. Теперь жарим дураджи по той же схеме. Корень нашего колокольчика. Слегка поджариваем. Немножко чесночка. Так как он у нас уже соленый, мы его не солим больше. И немножко. Можно кунжутного, а можно вот этого. Масло перилы добавить. Она тоже очень вкусная. Ммм. Масло перилы тоже обалденно пахнет. И ничем не хуже, чем кунжутное масло. И наш корень колокольчика тоже готов. Друзья, нам нужно пожарить наш папоротник, косари. Мы его немножко разрежем, чтобы было удобно опять-таки потом мешать и есть все это дело. Папоротник это тоже мясо. Так, добавляем чеснок. Ангелина там уже таскает ингредиенты. Овощи таскает уже вовсю. Дети все не могут дождаться, когда же я приготовлю этот фига фибимпап. Голодный уже сейчас. С голоду окочурится у меня. Так, а сюда нам понадобится соевый соус. На глаз. И сахар. Немножко сахара. Все. Готово. Папоротник наш готов. Сначала выкладываем его на тарелочку, потому что он горячий очень. И потом уже выложено общее блюдо, хотя там некуда. Да, там некуда, в принципе. Пусть так лежит на тарелочке. И у нас осталось, самое главное, осталось приготовить мясо. Наше сырое мясо. Мясо, мясо. Мясо, мясо. А где мясо? Вот мясо. Такая голодная. Сложно, прям вот. Мясо нам обошлось в 15 долларов. Здесь у нас 300 грамм. 318. Но это такое мясо, которое можно есть сырым. Это очень свежая, корейская, крутящая говядина. Камера говорит, нам нужно кунжутное масло, соевый соус и мед. Че он так льется? Да, в общем, мы добавили мед, соевый соус, кунжутное масло, вот это кунжутное семя и че еще? И чеснок. Че-то перемешиваем. Надо попробовать. Я могу попробовать. Ммм. Ммм. Думаешься? Перфект. Перфект. Думаешь, перфект? Угу. Она сейчас все сожрет без риса и без овощей. Так. Отставить. Ой, она пакет. У меня? Пакеран сала. Давай, 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 за яичками, быстренько. Вжик-вжик. Одна нога здесь, другая там. Одно яйцо, это мало. Денег нет. Ты попробуй без денег яйца купить. С деньгами и дурак купит, а ты без денег купи. Перфект. Перфект. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Проростки Шпинат Папоротник И все Не положила грибы Не любит она паприку Не любит грибы И не любит колокольчик Ты почему не любишь колокольчик Вот это вот, а? Колокольчик Ангелина, хватит таскать кабачок Мы-то как будем есть без кабачка? Весь кабачок сожрал он Да? Да, и кладет туда А, нет, смотри Сейчас Покажу тебе Да, это блюдо подается вот с таким соусом Кочу-джан Обязательно Кладется соус Кладется Кунжутное масло Кунжутное масло Потому что косорукая Соня делала Но Все равно это должно вкусно быть Теперь нужно все это перемешать На, мешай Тако? Да Вот и вот это Счастливая-то какая Довольная В общем, все это перемешиваем Конечно, если бы там были еще грибочки И колокольчик Это было вообще вкусно Все, перемешали Давай пробуй, Соня, уже Так как Софье показалось острым Да, я ей немножко Много бухнула Остроперцовой пасты Она говорит, остро Поэтому вот этот вот супчик Помните, он у нас Получился супчик из проростков Он как раз для того, чтобы нейтрализовать Вот этот вот Острый вкус Чува? Да? Що на день? Начало Масшо, масшки? Масшо А мы будем делать Тульсот пибимпап Я мужу буду делать Да, друзья Пришел муж И сейчас будет готовить себе Тульсот пибимпап На дно нашей кастрюльки наливается Чамкирым Это кунжутное масло Сверху кладем рис На это масло сверху У нас это коричневый рис сегодня Это хионми Сверху кладем Красиво кладем Масшо Сверху кладем Я все заеду. Моста! Готовую. Моста готова. Я очень много елко, тогда фокурую. По трейбусу, я добавлю птицами. Моста готова. Памы Памы немного Памы Нашенькая Балет 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 Махали Балет Балет Махали Добавляем Смотрите, что это? Давай, мы делаем соль, чеснок. И мы все готовы? Соль у нас есть мясо. Соль. Девочки. Очень важное, чем хочешь? самое главное это желток только желток сюда идет в это блюдо если сюда мы клали просто жареное целое яичко то есть так кладется только желток он там в раковину уже выбросил и кладется так сверху и ставится на сильный огонь на 5 минут на сильный огонь пока не образуется корочка друзья забыли самое главное самое главное соус самое главное это соус о майка как ты мог мужчину свою ну да когда с ним когда съемка всегда тюньчинь опса тюньчинь опса это как бы ну не соображаешь ничего когда сам снимаешь или тебя снимают все время такой на взводе и растерянный друзья послушайте этот звук это круто не правда на а прошло всего 33 минуты еще две минуты можно жариться потом это все быть перемешивать и так как это глиняный горшок когда все это будет перемешиваться мясо тоже немножко дойдет там внизу жарить поджарил но люди собой это нужно он не видно но короче они там не посуду вот это друзья это самая вкусняшка это нурунди называется когда корочка такая образовывается и больше не дури сада это просто супер фантастика так все это теперь главное перемешать очень хорошо пока перемешивается она доходит и яичко доходит и мясо все 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 хаааааааааааааааааааааа а АНгелина так любит рисовать радуго что она у меня жаренькой так и 현재 «Махаааааа» Это вкусно! Это вкусно! Суфия действительно вкуснее! Суфия действительно вкуснее! Валерий, в то время вещество. Валерий, а в то время вещество. Потом, потом просто. Валерий, потом ешь! Чувствия, где-то там занимаются? Что делать? Что вы тут делаете? Учатся Буквы учат Она все пишет задам наперед Все неправильно Это что? Это что? Она снизу вверх Надо сверху вниз писать Она все пишет наоборот Буквы 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 Семью Буквы 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 Продолжение следует...